Привет, ребят! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс, и на этом канале у нас сегодня мукбанг, ребят. У меня целая гора калифорнийских роллов. О, боже мой, это будет просто великолепно. Сегодня у меня мукбанг, ребят. Честно, хотелось сейчас последние... последние денёчки лета, последние жаркие денёчки. И там хотелось чего-то грильного. Хотелось какого-то гриля. Но я подумал, что если это будет опять гриль, то это будет полный трэш. Поэтому я сегодня подумал, что будет у меня сегодня очень такая летняя еда. Ну, не знаю, для меня суши летняя еда. Не могу. У меня всегда по сезонам, да? Вот. И сегодня у меня будут суши. И, ну, как роллы, я не знаю, каждый раз меня поправляют. Мне, если честно, всё равно, как это называется. А, и у меня две бутылочки пива сол. Обалденное мексиканское пиво. Ваше здоровье, дорогие мои. Сейчас сделаю картинку и всё. Как же хоть хочется есть. Вы знаете, в такую... Жара неимоверная сейчас стоит в Эстонии. Поэтому ничего не хочется готовить. Хочется просто пойти, взять что-то на вынос и покушать. Но именно по этой причине я так сильно и набрал в последние дни. С угрёмной икрой. Ммм, какая тема. Боже мой. Небольшой любитель, в принципе, роллов суши. Но когда хочется есть. И ты думаешь, знаете, именно из той серии, что сейчас покушаешь и... Ой, какая красота. И не будет чувства вины, что это будет тяжёлое, жареное, жирное. Что-то в этом плане, понимаете. Изумительно. Стараюсь по минимуму пить пиво. Вообще, вернее, исключил его. Только, ну вот, когда хочется... Еда просит, да. Вот именно по данным... Мне кажется, синий сейчас неимоверно. Почему у меня... Почему у меня настолько белый баланс в синем цвете? Ну, это, конечно, трэш. Начинается новый сезон. Ну как, новый школьный год. Смотрю одного блогера, и она говорит... У меня до сих пор, вот в жизни, после школы, очень сложно перестроиться. Она не молодая, она как? Ну, она школу уже давно закончила, но... Она говорит, что все равно для меня год начинается со школьного года. Не столько с нового года, сколько со школьного года. Знаете, я давным-давно нигде не учился, но для меня до сих пор год как-то вот такое вот внутреннее состояние, когда год начинается с первого сентября. И вот у меня начинается с сентября, значит. У меня у всей планеты начинается новый учебный год. У меня новая осень, очередной переезд. Купил я на 16 число в Берлин билеты. Все. Честно скажу, каждый раз, когда меня спрашивают, не боишься ли ты переезжать, насколько сложно переезжать. Вы знаете, да, переезжать сложно, если вы никогда не переезжали, или если вы переезжали редко, или вы переезжаете с огромным багажом. У меня настолько уже... Ну, я не скажу, отработана вот эта вот система, но, в принципе, да, она отработана. И... Нет у меня никакого стресса совершенно. У меня наоборот сейчас, после... Вообще, говорят, палочки нельзя облизывать, но да, ладно. Говорят, и кушать нельзя с набитым ртом. У меня до сих пор есть эти моралисты. Господи, в 2019 год, это контент, который мы заслужили. Да не смотрите вы контент, который вы не заслужили. Миллион контента на ютубе нет. Приходят ко мне плачутся, что человек ест на камеру. Ну, ем я на камеру. Музайцы, мубанг. Всем приятного аппетита. Идеально. Честно, суши, роллы, вот эта вся японская тема, одна из самых запрашиваемых, чем всегда. Да. Русском сегменте ютуба. Это дело касается... Это дело касается... Мукбангов. Вот. Нет, у меня нету стресса от... Эх, это красота. Ммм. У меня нет абсолютно никакого стресса при переезде. Наоборот, у меня такая, знаете, приятное волнение. Но опять же, кто бы мне что ни... Вы знаете, вот сижу в стриме, вот тема такая, сижу я в стриме и говорю, я пиджа в Берлин. И меня начинают пугать. Вы знаете, говорят неправильную информацию. Типа, ой, за 800 ничего ты там не найдешь, там 800 это будет какое-то говно на конце Берлина. То есть ничего хорошего. Знаете, начинают пугать. Я говорю с человеком, который у меня живет, мой друг хороший живет в Берлине, пятый год уже живет. Говорит, выше полторы ты просто не найдешь в Берлине квартиру. Выше полторы тысячи евро в месяц. Говорит, за 1200, полторы это у тебя уже будет спортивный зал, это будет бассейн, это будет вообще все. Все, что ты хочешь. Все, что я знаю, душа желает. Говорит, 800. А, ребят, извините. Пожалуйста, минутка вашего внимания. Все вы знаете, как сильно я люблю свой черный кофе, как сильно я люблю красное вино. Я постоянно использую трубочки, чтобы зубы оставались постоянно белоснежными. Но тем не менее, раз в 3-4 месяца я делаю курс великолепными отбеливающими полосками от Райджел. Ребят, Райджел это просто великолепные полоски, которые приходят вот в таких коробках. В каждой коробке 28 полосок, что делает их просто великолепными. Очень просты в использовании. Открываете упаковку, берете полоску и наклеиваете ее на зубы. Все, больше ничего делать не надо. Вы наклеиваете одну полоску на верхний зуб, одну полоску на нижний. И каждая коробка рассчитана как раз на 14 дней использования, то есть на полный курс. Чем отличаются полоски Райджел от любых других полосок для отбеливания зубов. Их не нужно снимать, после них не нужно чистить зубы, после них не нужно полоскать. Под действием слюны полоски растворяются у вас на зубах. Остается пленка специального отбеливающего геля, который в течение дня продолжает отбеливать ваши зубы. При моих супер чувствительных зубах это великолепная альтернатива профессиональному отбеливанию. Зубы просто белоснежные буквально через несколько дней. Безопасное отбеливание. Для чувствительных зубов подходит идеально. По ссылке у меня в описании, по цене одной коробки полосок отбеливающих от Райджел, вы получите две. Это курс по отбеливанию зубов как раз на целый месяц. Вы никогда не сможете отбелить в домашних условиях зубы, так как вы сможете сделать это с полосками Райджел. Я огромный фанат отбеливания зубов с полосками Райджел. Это именно та коллаборация, в которую я верю. Я сам ими пользуюсь. Я неимоверно доволен этими полосками и я не боюсь их вам рекомендовать, потому что это действительно работает. Это действительно великолепная система. Попробуйте обязательно. По ссылке у меня в описании вы получите две упаковки отбеливающих полосок по цене одной. Наслаждайтесь, пейте свой черный кофе, красное вино без трубочки. Не бойтесь потерять белизну своих зубов, потому что полоски Райджел позаботятся о них. Ребята, спасибо большое, что посмотрели. Мне всегда очень приятно. На самом деле очень сложно, очень редко, когда кто-то приходит и говорит, давайте поколлаборируем. Это моя любимая коллаборация с Райджел. Я действительно обожаю эти отбеливающие полоски, потому что они действительно работают. Какие-нибудь сервисы, которые я не использую, это одно, но когда тот сервис, тот сервис, не тот сервис, а тот продукт, который я реально сам пользуюсь регулярно, и когда они обращаются к тебе, типа давайте сделаем коллаборацию, я всегда говорю да. Поэтому, ребят, две пацаны и одной по ссылке в описании. Действительно, кстати, работает. Он мне говорит. Нет, Антон, тебе просто пытаются, знаете как, кинуть кусок негативной информации, именно негативной. Той информации, вернее, той информации, которая может спровоцировать тебя на стресс. И сидят, наблюдают за твоей реакцией. Нет. 1200, это уже классная квартира. Ребят, о чем речь, когда в Берлине средняя зарплата полторы тысячи евро. Ну какие там 2800 начинают мне говорить за аренду квартиры. Ну это абсурд. Нет таких цен. Поэтому не так все страшно, на самом деле. Зная вот по своему опыту, по вот ютубному своему опыту, всегда будут те люди, которые будут вызывать вас на негативные эмоции, на какой-то стресс с вашей стороны, понимаете. Поэтому, а даже больше, вот люди из ближайшего вашего окружения, часто, например, не хотят, чтобы вы переезжали, например, как родители, или как ваши друзья, или еще что-то. Не слушайте, не бойтесь. Потому что, вот если душа зовет, если ты знаешь внутри, что ты не на своем месте, делай что-то по этому поводу, и чем быстрее, тем лучше. Лучше ты ошибешься. Но, ты не будешь до конца жизни пинать себя в задницу, и говорить, а если бы я тогда переехал в Берлин, к примеру. Говорю сейчас, говорил с одним пацаном, он в инстаграме. Молодой какой-то, но он из ЛГБТ тоже, да. Он говорит, вот тут жизни нету никакой. Страшно, и все такое, то есть периферия какая-то. Я не знаю, большой город, небольшой, но, то есть не столица, ни одна из столиц. Едь, едь. Если ты сам говоришь, не комфортно, неудобно, страшно, боишься открыться, все, боишься засовывать там жизнь, еще что-то. Да бери ты, собирай вещи, доезжай. Что ждешь-то в море погоды? Знаете, людей раскачать, смысл вот этого вот раскачивания, смысл, долгое раскачивание. Зачем это нужно? Зачем едешь? Жизнь устраивает тебе. Я говорю, слушай. Еду не то, чтобы отчаянно нужно устроить личную жизнь, но в маленьких городах для мальчиков и девочек. Моя ориентация всегда не опасно, все нормально, очень комфортно, но всегда ты себя перерезуешь быстрее и будешь чувствовать себя комфортнее. Не столько даже в столицах, сколько в больших городах. И это работает в Европе везде, ребят. Ну, родишься ты в каком-нибудь немецкой глубинке, на каких-нибудь австрийских горах. Но все равно это будет или Вена, или Берлин, или Мюнхен, или Гамбург. Потому что всегда нужно... Надо как-то устроиться. Знаете, вот эта здоровая только эгоизма, она всегда должна присутствовать. Знаете, смотрел, как там документальное кино, давно смотрел, лет 7 назад, про жизни вот людей нетрадиционной ориентации в очень маленьких городах Америки. И вот там и пары, вот девчонки-лесбиянки, какие-то свои бары пытались открываться. Знаете, вся жизнь борьба. И я не говорю, что это плохо. Нет. Нормально, боритесь, дергайтесь. Это ваша жизнь, пробуйте себя. Но здесь не столько вот, как вот опять, я говорю на влоговом канале, вот, есть, может, там не надо было выходить на митинги. Конечно, нужно было выходить на митинги, да. Потому что ваш голос в любом случае должен быть услышан. Но тогда ты пытаешься как-то поменять систему. Или пытаешься, чтобы тебя, как избиратель, услышали власть держащие. Но. Если ты живешь в той же Германии, если ты живешь в той же Америке, но в периферии, ты никому ничего не докажешь. Система и так под тебя прогнута, иными словами. Ну, нет откровенных ущемлений твоих прав. Поэтому ты только специально усложняешь свою жизнь. Харви Милк боролся не за то, чтобы ты и в 2019 году боролась за свои права. Нет. Твои права отстойны. Есть буква закона, которая тебя защищает. Собирай манатки и едь. Есть жай. Не знаю, как правильно сказать. Тут моя позиция. Нет, не еду устраивать себе личную жизнь. Просто хочу жить в комфортном для... Для себя месте. Простой пример. Я из Эстонии. Люблю делать красивые мукбанги. Простой пример. В последнее время появились какие-то... Крафтовые рестораны. Уникальная кухня. Там какая-то тибетская. Блин, восточно-германская. Еще какая-то ерунда. Там какая-то томленая утка. Еще какая-то чушь собачья, да? Ну, невкусно. Ну, нету вкусных ресторанов. Если ты хочешь вкусно поесть, это будет или гамбургер, это будет или пицца, которая уже вот здесь сидит. Или суши, которые, в принципе, ты испоганить очень сложно. Хотя есть умельцы и то поганят. Понимаете? Есть умельцы, которые не могут яичницу пожарить. И работают в ресторане. Хочешь ты в Берлин, где есть KFC, где есть Dunkin' Donuts. Я люблю джанк-фуд. Обожаю джанк-фуд. Да, я пытаюсь контролировать это, но тем не менее. В Будапеште заходишь в азиатский ресторан. Изумительная лапша, изумительная гиоза, ну, вкусная еда. Ну, почему здесь, в азиатских ресторанах, все как будто из одного места руки растут? Ну, почему не сделать вкусную лапшу? Сварил лапшу, сделал соус с правильными специями, правильно поджарил курочку, смешал в воке, все, готово. Ну, неужели так сложно приготовить, твою мать, лапшу, даже если ты, блин, азиат? Хотя, есть, наверное, и азиаты, которые готовить не умеют. Ну, да, вот покупаешь ерунду и не можешь есть. В Берлине есть Google YouTube Space. То есть, есть вот это вот, где у нас у нас YouTube Space? В Лондоне, у них основной офис. В Париже и в Берлине. У нас всего три места в Европе. Поправьте, если где-то есть еще. Именно YouTube's Open Space для создателей, для креаторов, для блогеров. И мне, если я решил, что это моя работа, что это я положил все яйца в эту корзину, почему я должен жить где-то в глубинке, черт, черт, черти. Не то, что черти где, но некомфортно. 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 Вот подожду, нужно сделать ремонт. Вот подожду то, вот подожду все. Жизнь проходит, ты толкаешь, топчешься на одном месте. Всегда в ожидании. Всегда. Вот здесь у меня друг хороший. Вот год закончу учебу, все. Вот два года сделаю то и все. Вот живет будущим. И будущим, не завтрашним днем. Планы на полгода вперед, на год вперед, на два года вперед. Ничего не получается. Люди в процессе ожидания, всю жизнь, не двигаясь. Так нельзя. Так жить просто прожигается. Я не говорю, вот посмотрю, вот я идеальный пример того, что человек, который может рубить с плеча, который не задумывается, приезжает, меняет страны, нон-стоп. Ох, что-то такой сегодня эмоциональный мупан получился. В любом случае, думаю, Берлин-то замечательная идея. Берлин-то замечательная идея. Хотя, много раз уже повторял. Очень скучаю по Будапешту. Очень. Не то, что пожалел, но иногда жалею. Иногда жалею, что уехал туда. Мне там было очень хорошо. Вот очень мне нравилось в Будапеште. Жить, не приехать, посмотреть. Ну, с моей жены. Ксюша. Когда узнал, что я переехал в Будапеште, говорит, да ты что? Ну, хотя бы Прага. Там типа вечеринки, там все. Я согласен. Прага более... Тем более, Прага для меня вообще как дом третий. Понимаете? Сколько лет я там прожил, в общей случае, три, наверное. Я не знаю. Я понимаю, почему он так говорит. Говорит, господи, я был в Будапеште, там, типа, три дня, там, выпили пиво, там, поели гуляш. И да, хорошо, да, приятно, но не жить. Не знаю. Как мне было комфортно в Будапеште, девки. Это была красота. Честно. Но опять же, Будапешт никуда не убежал. Собрал шматье, поехал. Квартира снимается в Будапеште на раз-два. Да, у меня получилось так, как получилось. С усилением, с переменной квартирой. Но в итоге... По итогу, квартира была в чуть худшем районе. Ну, как чуть худший район? Там 10 минут было пешком до центра по Дунаю. 10 минут, 12 минут пешком до самого центра Будапешта. А когда я делал рум-тур своих квартир, которые меня выперли на третий день, и мой второй лофт... О, боже мой, вообще, ребят. Знаете, есть выражение правильное. Что бог не делает, все к лучшему. Вот это был вариант у меня. Значит, у меня была не судьба там, и это было правильно. Потому что та квартира, которая была у меня в Будапеште... Господи, боже мой. Знаете, тысяча очень дорого для Будапешта. Тысяча евро, это очень дорого. Но стоило вот каждый пене, честно. Понимаете? Сходил я к доктору с ней. Доктор сказал, у нее грибок в ушках был. Дали антибиотики ей. Дали ей промывание ушек. Дали специальные капельки. И сейчас она у меня опять красавица. Вот такая вот красавица. Папина любимица. У нее еще есть сестра очень красивая. Взял две бутылочки пива. Специально просто для... Ну, знаете, чтобы суши было, чтобы уже вкусно. Знаете, кушать надо вкусно. Вот если тебе чувствуешь, что суши должен быть с пивком, возьми себе две бутылочки маленькие вот эти вот сервезы, да. Выпей хорошего мексиканского пива. Будет тебе счастье. Вот в это я тоже верю. Знаете, себя надо любить. Себя надо баловать. Как мне сестра вчера говорила, голосовое сообщение прислала. Антош, на себя ничего не жалей. Себя должен баловать. Себя должен любить. Потому что, говорит, твоя жертвенность, твои доказать кому-то что-то, это вообще никому не нужно. Вот абсолютно. И она абсолютно права. Я много раз говорил. Моя мама так любит говорить. И так говорила моя любимая бабушка Царства Небесного. Чем избалуешь, тем изгадишь. Это слишком хорошее. Это знаете, как он, брат, меня окружаются, на самом деле, очень мудрые люди. Но опять же, такая апельсинка не рождается от осинки. У меня семья очень умных людей. Брат говорит, как мало надо, ну, он говорит со своей точки зрения, но он прав. Как мало надо, чтобы сделать своему мужика счастливым. Это он говорит про женщину. Вот что-то у нас пошла тема про его отношения и все. И он говорит, ну вот возьми и сделай. Вот он сидит там, смотри телевизор. Или работает дома, или еще что-то. Вот пойди, сделай ему хороший, жирный бутерброд. И открой ледяную бутылочку пива. И просто принеси и дай. Вот просто поставь перед ним и все. Все. Он, он же расплачется, ребят. Девки, он же расплачется. Какая у него жена охренительная. Но, вот здесь небольшое, небольшое, ну, но гигантское но. Стопает. Най. Не делайте это регулярно. Вот тогда, когда ты делаешь пять дней подряд, на шестой день ты не принесла бутерброд с единым пивом, поднимутся брови. Где твоя мать мой бутерброд с пивом? Понимаете? Здесь он прав. Иногда, изредка, ну, сделай приятно, чтобы ценили. Но, чтобы это не было системой. Понимаете? Честно говорю, очень портишься быстро. Вот у меня вот был мой последний, да. Все держал в порядке. И собаки накормлены, и я накормлены. Все, 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 все было под контролем. Вот такая вот рутина жизненная, да. Когда пропал, все. Как пропал? Разъехались. Все разваливается. Потому что в Будапертии же я жил один. Будапешт, я же жил. Я же жил. Сам себе хозяин. То есть нужно убраться, нужно помыть посуду, нужно все самому. Там приходила женщина, убиралась. Но тем не менее. Такая вот регулярная каждодневная уборка, сам себе делал. Ну, портишься очень быстро. И так девки выпортят своих мужиков. Когда слишком много в задницу смотришь, то так мужики и портятся. Правда жизни. Что я такого не так сказал? Все чисто, правда. Господи, какое всем прям хорошее настроение, ребят. И покушал вкусно и легко. Да, вроде много суши съел, но нету тяжести в желудке. Пиво, такую небольшую улыбку на лицо принесло. Принесло и поговорили хорошо. Поэтому, ребят, кто хочет что-то менять, делайте это. Не ждите спроса, не спрашивайте, никто не знает лучше вас. Пока вы не попросите. Никто, ни мама, ни подруга, никто не знает, как вам будет лучше. Берите, берите и делайте. Все у вас получится. Вот всем позитивную энергию высылаю через камеру. Ребят, спасибо огромное всем, кто провел этот мукбанг со мной, кто покушал за компанию. Я знаю, многие кушают за компанию. Им действительно очень приятно. Стараюсь чаще, но больше мукбангов. Мукбанг, конечно, это у меня мои популярные видео на этом канале. Многим нравится. Для многих вы тут же знаете, вот так вот, за компашку, да? Поэтому я стараюсь чаще выпускать именно мукбанги. Будут и другого формата видео дать. Знаете, вы сейчас пытаюсь просто... Вы знаете, что я делаю? Вы же видите, что я сейчас делаю, да? У меня было по одному-два видео в неделю, а то и то реже. Нет, реже одного видео не было на этом канале. Но сейчас я просто пытаюсь тихонечко войти в новую рутину, когда у меня каждый день выходит видео на влоговом канале. Вот. И поэтому, ребят, дайте время вернуться и АСМР, вернуться и обсуждение жизни подписчиков. Мама приедет, будут гадания, все будет, ребят. И будут влоги, конечно, при переезде в Бернин будут 100% влоги на этом канале. Это все для меня. Моя жизнь теперь здесь, вести сплетни на том канале. Вот. Поэтому дайте время, все потихонечку приходит обратно. Чаще. И вы видите, да, на той неделе было три мукбанга. Вот. Буду стараться практически каждый день сейчас выкладывать на этот канал видео именно легкого формата. Потому что сейчас я пытаюсь перестроить себя так, чтобы у меня выходило по два видео в день. Там и там, да. Чтобы... Ну, может быть, не каждый день на этом канале, но тем не менее, чтобы хотя бы три раза в неделю было, ну, может, четыре. Я же люблю снимать, для меня это в такое огромное удовольствие. Просто здесь, знаете, надо морально перестроиться так, чтобы каждый день снял, вот... Не хочешь тяжелый формат, ну, вот покушай вкусно, поговори о чем-нибудь таким, ну, вот, ненапряжным. И людям будет приятно, и тебе будет приятно. Знаете, потому что для меня вот это вот общение, когда я перешел на сплетни новости на блоговом канале, для меня потерялась вот эта вот нить персонального общения с вами. А для меня это очень было важно. Очень важно. Для меня это самая, наверное, важная часть вот этих вот разговоров по душам на основном, на ютубе, понимаете. И со сплетними новостями как-то вырезал. Я полностью же переформатировал тот канал. Вот. И потерялось вот это для меня очень сильно. И поэтому... Очень скучал по этому, честно. И когда сейчас стал снимать чаще, да, и вот общение с вами, о, боже мой, вы знаете, цены на это нету. Если бы вы знали, как много вы для меня значите, и как сильно я вас всех очень сильно люблю. Вот правда. Вот это как бы от чистого сердца. Мне настолько это важно. Для, знаете, вот для многих блогеров, на самом деле, так, которые вот асоциалы, да, многие же блогеры такие, на самом деле. Как бы они не выделывались на камеру с всеми веселыми скетчами. Все блогеры, на самом деле, большие асоциалы. Большинство из нас, конечно. Вот. И для всех очень ценна вот эта вот обратная связь, обратное общение. И поэтому я очень сильно скучал. Поэтому, ребят, спасибо за ваше терпение. Я возвращаюсь на этот канал. Кто не подписан еще, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на мой влоговый канал. У меня сплетни выходят каждый день, без исключения. Вот. И спасибо всем за любовь, поддержку, обратную связь. Если вам понравилось видео, если я вам дал, так вы знаете, правильный заряд энергии, пожалуйста, поставьте палец вверх в том видео. Мне будет действительно очень приятно. Все, родные мои, спасибо за компанию. И увидимся завтра. Всем пока. Да, заходите на мой влоговый канал, если классные сплетни будут. Субтитры сделал DimaTorzok